Всеобщая история древнего мира. Пятый класс. Вегасин. Параграф 58. Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Тысячи жителей Италии и провинции стремились попасть в Рим. Одни приезжали по торговым делам, другие хотели получить выгодную должность на службе у императора. Всех привлекали гладиаторские игры, гонки колесниц, триумфы и всевозможные празднества. Город украшали дворцы на палатинском холме, статуи богов и императоров, храмы и портики, многочисленные фонтаны. Триумфальные арки и колонны напоминали о победах властителей Рима. Размерами и красотой выделялся огромный амфитеатр Колизей, вмещавший около 50 тысяч зрителей. Другой достопримечательностью Рима был пантеон, дословно храм всех богов. Пантеон увенчан куполом, похожим на половину шара. Внутри храма сделан огромный зал. В центре купола находится отверстие, через которое льется свет. Пантеон выстроен из кирпича и бетона. Внутри он облицован мрамором коричневато-золотистых тонов. Особняки на городских холмах. Богатейшие римляне жили в собственных домах, которые располагались на холмах, где воздух был здоровее и чище. В главном помещении дома не было окон. Четыре колонны поддерживали перекрытие. В нем было четырехугольное отверстие, под которым располагался бассейн, куда попадала дождевая вода. В этом помещении хозяин дома принимал посетителей, пришедших по делам. И только близких друзей он приглашал пройти внутрь дома, например, во дворик сад, окруженный портиками. В саду благоухали цветы, били фонтаны. В доме было несколько спален и столовых, кабинет хозяина, помещение для рабов. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Большинство римлян не могли обзавестись собственным домом. Они снимали жилье в пяти шестиэтажных домах, принадлежавших богачам. В таком доме в нижнем этаже сдавались помещения под лавки и харчевни, а в верхних комнаты и квартиры. Бедняки ютились в коморках под черепичной крыши. Человеку, плохо знавшему город, разыскать нужный дом было непросто. На улицах не было табличек с названиями, а на домах номеров. Ошибиться адресом, принять один многоэтажный дом за другой ничего не стоило. Все эти дома были уныло однообразны и улицы, на которых они стояли, грязными и узкими. Из-за тесноты не оставалось места для деревьев и цветников. Прохожих подстерегали опасности. Из окон летела битая посуда, лились помои. Жизнь в многоэтажных домах была полна неудобств. Печей не было. В сырые и холодные дни жильцы обогревались жаровнями, куда насыпали древесный уголь. Не было в домах и настоящих кухонь. Пищу готовили также на жаровнях. Бедняки часто ели в сухомятку или же на ходу, покупая горячую еду и кружку дешевого вина у уличных разносчиков. Окна в домах не имели стекол и в непогоду закрывались ставнями. Тогда даже днем приходилось зажигать светильник. Вода в квартиры не подавалась, ее брали в городских фонтанах и тащили по крутым лестницам наверх. Грязь и зловоние сопровождали римлян, живущих в многоэтажных домах. Почтение бань. Проведя день в духоте тесных улиц под знойным южным солнцем, римляне испытывали потребность мыться с головы до ног. Ежедневно они посещали термы, так назывались бани. Всего в Риме было около тысячи общественных бань, входная плата в них была мала. Самые большие роскошные отделанные термы строились по повелению императоров. Эти термы, богато украшенные статуями, мозаиками, настенными росписями, располагались в тенистых парках. Перед купанием на специально отведенных площадках желающие играли в мяч, состязались в беге, борьбе и поднятии тяжестей. Набегавшись, покрытые пылью и потом, они шли мыться, но прежде в удобных раздевальнях отдавали сторожу-рабу одежду на хранение, опасались банных воров. Затем переходили в помещение с теплой водой или окунались в бассейны под открытым небом. При термах находились библиотеки и залы для отдыха и дружеских бесед. Здесь можно было узнать последние новости и сплетни, сделать модную прическу, вкусно поесть. Беднота требует хлеба и зрелищ. Найти время работы было нелегко, а многие бедняки и не хотели работать, считая труд рабским и унизительным занятием. Боясь народных выступлений, императоры приказывали вести списки неимущих граждан и раздавать по ним хлеб. Однажды беднота забросала камнями повозку самого императора всего лишь за то, что зерно для раздачи не было вовремя доставлено в город. Беднота требовала не только дарового хлеба, но и бесплатных развлечений. Наряду с гладиаторскими играми любимейшим зрелищем были конские бега, для которых был построен большой цирк. В дни состязаний весь город сидел в цирке, не отрывая от арены глаз. Клички цирковых коней и имена лихих возниц были на устах у всех. Однако жизнь возниц висела на волоске. Колесницы часто сталкивались и опрокидывались. Рим был крупнейшим городом империи. Его называли вечным, золотым или же просто городом с большой буквы. Помпея. Гибель города и его раскопки. Цветущий город Помпея был расположен в южной части Италии поблизости от Везувия, который считался давно потухшим вулканом. В августе 79 года нашей эры Везувий внезапно ожил. Произошло страшное извержение. Город был засыпан пеплом и мелкими камешками. Археологи раскопали Помпеи. Теперь мы знаем, как выглядели небольшие города Древней Италии. Помпеи имели мощеные камнем улицы с тротуарами, водопровод, бани, мастерские, мельницы. Среди жителей города были богатые торговцы и ростовщики. Они жили в роскошных домах, украшенных статуями и росписями. Помпеи имели два театра и амфитеатр, вмещавший 20 тысяч зрителей. Гладиаторские игры, как и повсюду в Римской империи, были здесь любимым зрелищем. На стенах помпейских домов обнаружены объявления о предстоящих играх имена гладиаторов-победителей. Помпеи называют огромным музеем под открытым небом.